Здравствуйте, уважаемые зрители! Время хоккея на нашем канале. Добро пожаловать на арену Мегаспорт, что в Москве на Ходынке. Второй матч розыгрыша Кубка Мэра Москвы 2009. Классика отечественного хоккея. Спартак, ЦСКА. А ваши комментаторы Леонид Вайсфельд. Добрый вечер. И Роман Скворцов. Составы команд вы видите на своих экранах. Ознакомьтесь с ними бегло. Подробнее по пятеркам мы вам обязательно представим по ходу встречи. А прямо сейчас я обращаюсь к своему коллеге по репортажу Леониду Вайсфельду. Леонид, что для вас в матче между Спартаком и ЦСКА? Я знаю, вам доводилось работать арбитром на этих матчах. Чувствовалась какая-то разница в этих встречах по сравнению с остальными матчами чемпионата? Ну, наверное, я бы сказал, что прежде всего, независимо от того, какие места команды в турнирной таблице занимали, всегда эти матчи приковывали внимание. Ну, а тем более, сейчас начало сезона, еще никто не видел команды, новые игроки. Мне кажется, зрителям будет очень интересно посмотреть такую игру. Оба столичных клуба столкнулись с определенными трудностями, в том числе и финансовыми, но с честью. И спартаковцы-армейцы вышли из этих перетряг с оптимизмом. Ждут их болельщики старта официального сезона. Ну, а на разминку вот такая прекрасная возможность проверить свои силы в матчах друг к другу в рамках второго кубка мэра Москвы по хоккею. Итак, место в воротах ЦСКА занимает 31-й номер канадец Нолан Шефер. Его визави Дмитрий Кочнев, номер первый. И стартовые пятерки команд выглядели следующим образом. У Спартака пара защитников. Ярослав, Обшут, 43-й, Денис Баев, 3-й и тройка нападения. 11-й, Эдуард Ливандовский, 36-й, Дмитрий Упер, центральный нападающий. 83-й, Кирилл Кмязев. У ЦСКА первая пятерка выглядела следующим образом. Максим Гончаров, капитан команды, 57-й, Михаил Пашнин, номер один драфта КХЛ. Номер третий и тройка нападения, 27-й, Денис Паршин, 93-й, Марк Хартиган, 23-й, Никас Димитракас. Вторые пятерки команд. Александр Беркутов, Иван Баранко, пара спартаковских защитников. 45-й, 7-й номера, соответственно. Бранко, Родевой, 92-й, Мартин Цыбак, 8-й, Александр Бутурлин, 15-й. Это трио форвардов. У ЦСКА пару защитников составляет Георгий Рылов, Георгий Мишарин, 15-й, Яков Рылов, 36-й. Нападающий Максим Осипов, 76-й, Александр Никулин, 12-й, Александр Суглобов, 9-й. Третьи пятерки команд. У ЦСКА 48-й, Сергей Розин, 74-й, Евгений Бусыгин. Пара защитников, тройка нападения, штанга, спасает ворота ЦСКА после броска Валерия Покровского, спартаковского защитника. Третья тройка нападения, 42-й Дмитрий Монет, 87-й Дмитрий Савистов, 81-й Рубен Пигунс. У Спартака третья пара защитников Никита Щитов, 42-й Валерий Покровский, 33-й. Вот только что он имел отличный момент для взятия ворот. Тройка нападения. 88-й Роман Людучин, 19-й Алексей Заворухин, 14-й Штефан Ружечко. Вот так довольно неожиданно один из лидеров. Красно-белая команда оказался аж в третьем звене. Но здесь можно вести речь о том, что все-таки постарался и максимально равный по потенциальным возможностям звенья сформировать Билош Ржига на эту встречу с тем, чтобы постоянно спартаковцы оказывали давление на соперника. И четвертые пятерки команд. У ЦСКА пара защитников. Один здесь защитник Алексей Марченко и 21-й Константин Кисенчук. Он нападающий в принципе. Так что в семь защитников, наверное, будут играть армейцы. Тройка нападения. Станислав Жмакин, 82-й, 19-й, Евгений Коротков, 13-й, Егор Михайлов. Игра высоко поднятой клюшкой была определена вбрасывание в средней зоне. У Спартака четвертое звено. Четвертая пятерка. Кирилл Лямин, 31-й, Илья Малюшкин, 35-й. И тройка нападения. Илья Каблуков, 29-й, 10-й, Александр Рыбаков, 21-й, Игорь Мусатов. Запасной вратарь Никита Беспалов у ЦСКА. Первый номер, 44-й, Евгений Конобрей у Спартака. Встречу обслуживают два главных арбитра. Андрей Бирюков и Александр Сергеев. Им помогают линейные Александр Камуркин и Станислав Павлов. Леонид, вы внимательно наблюдали за происходящим на площадке. В то время, что знакомил я зрителей с составом играющих сегодня команд. Что происходит? Я бы сказал, что некоторые территориальные преимущества у Спартака было в эти первые смены. Но я думаю, что сейчас игра уже должна как-то выровняться, наверное. И армейцы тоже что-то нам в атаке покажут. Но пока у Спартака было несколько моментов хороших. Вот сейчас удаление, кстати. Первое в матче. Удар клюшкой. Да, вот этот стартовый натиск красно-белых приводит к тому, что получают спартаковцы численное преимущество. Станислав Жмакин отправляется на скамеечку штрафников. В предварительном протоколе под 44-м номером он значился. Собственно, под этим номером он прошлый сезон и провел. Но вот сейчас пошел на повышение. Если мы говорим о числах, которые начертаны на его игровом свитере. Упер с партнерами выходит на розыгрыш лишнего. Удалось спартаковцам выиграть вбрасывание в чужой зоне. Ливандовский за воротами не лучшим образом шайбой распорядился. И капитан армейцев Гончаров выбрасывает шайбу к чужим воротам. Сегодня, кстати, два игрока московского спартака отмечают день рождения. Это Ярослав Обшут и Александр Бутурлин. Ну, принято в таких случаях шутить про галстуки. В данном случае их нужно два, по всей видимости. Ну, галстуки тренерам дарят, а игрокам вроде не дарят. Игрокам клюшки. Обшут дирижирует своими партнерами на синей линии. Здесь крался к воротам Денис Баев, но неточная передача на него последовала. Вернее, не то чтобы неточная, неудобная. Не было возможности у него сходу по воротам зарядить. Сейчас вновь Баев подключался по центральной оси, но опять же шайба до него не дошла. И здесь недопоняли друг друга Обшут и Баев. Баев покатился в среднюю зону страховать возможный обрез. Но Обшут как раз думал, что его партнер чуть-чуть продвинется от синей линии как раз вглубь чужой зоны. И на то свободное место делал передачу. И в итоге потеря получилась. Больше минут уже «Спартак» отыграли в большинстве. И пока толком ни разу по воротам армейцев не бросили. Родивоевич. Но вот и первый бросок довольно опасный. Но все видел Шефер и очень четко поймал шайбу в ловушку. Хотя там какое-то повреждение получил. Похоже, там в маску. В маску попал, да, по-моему. Вот смотрим повтор этого эпизода. Да, в нижний край маски попала шайба. Такое неприятное довольно это ощущение. Но в принципе ничего страшного с армейским галкипером произойти не должно было. Президент армейского клуба Вячеслав Фетисов был на ваших экранах. Рядом с ним Борис Петрович Михайлов. Еще одна легенда армейского хоккея. На сына посмотреть пришел. Да, Егор Михайлов под 13 номером появится на площадке. А в этом матче в составе ЦСКА. Ну а спартаковцы Берхутов заряжает от синей линии. Но там в конек, по-моему, собственному нападающему Бутурлину шайба попадает. И Шефер был избавлен. Вот это интересный момент. Да, сейчас Спартак чуть было сами себе не привезли. Мог армейцев выйти один на один. В полном составе играют армейцы. Жмакин появляется на площадке. Ну, недолго он пробыл на льду. Сразу же отправился на смену. Саюстов прессингует соперника в чужой зоне. И заставляют армейцы, если не ошибаться спартаковцам, то, по крайней мере, испытывать очень серьезные трудности с выходом в наступление. Мне кажется, что у Спартака больше моментов было, когда они в равных составах играли, нежели при игре в большинстве. Как-то при игре 5 на 4 ничего так Спартак не создал. Ну, с одной стороны, может быть, на действиях красно-белых сказалась спешка. Такое удачное начало. Тут же большинство, глаза горят. Очень хочется скорее, скорее, скорее открыть счет. Ну, а с другой стороны, просто армейцы очень собрано провели эти две минуты. Без паники держали оборону. Очень грамотно. И действительно не предоставили сопернику ни единого шанса. Да, в меньшинстве хорошо оборонялись. И вот даже у них моменты стали появляться. Я вот говорю, игра выровнялась. Ну, и вот армейцы ответили своим таким довольно массированным наступлением. Рубен Бегунс с близкого расстояния производил бросок. Но там теснили его соперники. Поэтому акцентированной атаки не получилось. 81 номер ЦСКА. Ну, а теперь Ружичко борется с двумя соперниками. В углу площадки обешайбили его. В конце концов, игроки красно-синих. Но сил на очередную атаку уже не осталось. И меняется Моне с партнерами. А здесь Рыбаков ставит корпус, но Мишарин все-таки ввозит его в лицевой борт. И уже спартаковцы пытаются своих соперников прессинговать. Кстати, обращает на себя внимание тот факт, что действительно без разведки начинается эта встреча. И пока команда незаурядную физическую готовность демонстрирует при потере шайбы мгновенно. И те, и другие вступают в борьбу уже в чужой зоне. Ну, и такое ощущение, что ЦСКА больше на обороне сконцентрированы сейчас в первые эти минуты матча. Видимо, было указание как можно внимательнее сыграть в обороне. Ну, и при этом в интервью газетам перед стартом этого турнира Милош Ржига, наставник «Спартака», говорил о том, что, ну, изменится модель игры красно-белых по сравнению с предыдущим сезоном. Говорил он о том, что, наверное, не помчится его команда с первых минут атаковать соперника большими силами. Все-таки будут спартаковцы, по крайней мере, в первой части этого сезона, плясать в основном от печки, то есть от обороны. Но вот начало этого матча заставило несколько усомниться. В искренности слов Милош Ржиге, но, может быть, действительно, с соперниками уровня Салат Юлайва команд большой шестерки так и будут играть красно-белые. Но вот в матчах ЦСКА все-таки эмоции должны зашкаливать, и в этом ничего плохого нет. Все хотят показать себя с наилучшей стороны. Ну, может быть, спартаковцы подгоняемые своими болельщиками. Так вот и помчались вперед, очертя головы. Ну, такой особой ответственности тоже нет за результат. Поэтому можно экспериментировать и можно посвободнее себя чувствовать в атаке. Поэтому, я думаю, Спартак будет атаке много внимания уделять. Наверное, Ржига считает, что в этом году у него нападение слабее по сравнению с прошлым сезоном. Этим, наверное, можно объяснить вот такое заявление, что больше будут играть в обороне. Ну, шли действительно очень хорошие исполнители, на которых, собственно, и держалась атакующая игра Спартака. Да, и Гроздецкий покинул команду, и Максим Рыбин перед стартом сезона. Первые зрения команд сейчас были на площадке. Ливандовский, Уберкнязев, Спартаковцев и Паршин, Хартиган, Димитракас. Паршин вернулся в команду после того, как не получилось... Ой, прошу прощения, Паршин. Никулин вернулся из-за океана после того, как не удалось у него закрепиться в национальной хоккейной лиге. Вот сейчас как раз тройка... Ну, Паршин тоже вернулся в команду, просто после других событий. Да, долго там продолжалась эпопея с продлением, с подписанием нового контракта у Дениса Паршина. Но, в конце концов, буквально на флажке высоким договаривающимся сторонам удалось договориться. И Денис Паршин присоединился к своим партнерам. Армейцы проводят седьмой предсезонный матч. До этого четыре победы одержали подопечные Сергея Немчинова. Одну из них в серии булитов. И потерпели два поражения. Разница заброшенных пропущенных шайб 19-17. У Спартаковцев это десятый контрольный поединок. И такой 50-процентный показатель у красно-белых. Четыре победы, в том числе одна по булитам, одна ничья. И четыре поражения, также одно по булитам. Но при этом разница заброшенных пропущенных шайб 22-30. Как раз вот надежность обороны пока вызывает вопросы. Спартаковцы перевели игру к чужим воротам. Людучин пытался перевести шайбу на дальний пятачок. Но там Моня оказался на пути следования шайбы и перехватил эту передачу. Ружечка, он один. И все-таки из-под Розина успевает бросить Ружечка. Людучин за воротами ищет возможность сделать передачу оттуда. 88-й номер Спартаковцев. Здесь очень цепко действуют армейцы. Выжимают они буквально соперника с опасных точек перед своими воротами. И действительно так и бросить по воротам Шефера не удалось. Красно-белым по ходу этой атаки. Спартак начинает сейчас со своей зоны. Посмотрим. Хороший пас такой под дальнюю синюю линию. Вот сейчас неплохо очень разыграли. По-моему, в лицо попало это Рылов, там 36-й номер, да? Да. Наброс на пятачок. Подставлял клюшку Илья Каблуков. Каблуков, кстати, воспитанник ЦСКА. Да, еще совсем недавно защищал он цвета армейской команды. Здесь можно много игроков в составе красно-белых найти из числа тех, кто примерял в свое время красно-синюю форму. Это и капитан нынешний Спартака Дмитрий Упер. Ну и Лямин воспитанный к армейскому клубу тоже. Как раз Лямин сейчас боролся за шайбу у ближнего борта, а в итоге армейцы ей завладели. Такая несколько сумбурная игра. Пару моментов таких острых было в начале у Спартака, когда Спартак мог открыть счет. Но сейчас как-то игра так немножко успокоилась. Но такое впечатление, что и самих Спартаковцев вот это численное преимущество немножечко выбило из колеи. Построже заиграли армейцы. Почувствовали они, выстояв в меньшинстве некую уверенность в своих силах. Сумели наладить контр-игру. Пару раз жарко было у ворот Дмитрия Кочнева. Ну и сейчас абсолютно равная игра со взаимными шансами, что называется. Идет Князев. Вновь передача в район синей линии получилась. Но опять же очень строго. Армейцы охраняют пространство перед своими воротами. Получить здесь по центральной оси даже 5-6 метров от ворот довольно проблематично. Туда центральный нападающий опускается либо крайний со слабой стороны. И постоянно перекрыто там все. Вот видите еще один перевод. И Паршин тут же рядом. И Димитракас мешали Баеву спокойно шайбу принять и сделать какую-то нацеленную передачу. Удаление будет составиться ИСКА. Но Гончаров отправится на 2 минуты. Завалил он Упера за воротами. Пас на пятачок. И Паршин в очередной раз не позволяет создаться остроте у собственных ворот. Правда вот сейчас 2 минуты в распоряжении подопечных Милоши Ржиги на игру в большинстве. Логично это удаление было. Гончаров проиграл позицию Уперу. И в принципе несмотря на то, что не очень острый момент был. Но деваться-то особенно Гончарову некуда было. Пришлось нарушать правила. Посмотрим второй раз в Спартак. Удастся что-нибудь? Нет? Звено Цибака появилось на площадке. Убил Голубыхов, как не вовремя упал Беркутов. И какая контратака у армейцев вырастала. Но спасает в последний момент свою команду Иван Баранко. Растянулся он на льду и помешал сделать передачу нападающему, который поддерживал эту атаку параллельным курсом. Очень опасный контр-выпад. Родивоевич подключает защитника Беркутов. Касание на Бутурлина. Вот ожидали, может быть, специалисты, болельщики, что целиком словацкую линию сформирует Милоша Ржига. Словацкую пятерку. Но нет. Распределил он свои силы. Бросок поворотом. И шайба все-таки запрыгнула у ворота ЦСКА. Спартаковцы использовали численное преимущество. Ну и кто там? Цибок или Родивоевич подправил шайбу после броска Ивана Баранки. Подправляли? Она изменила направление своего полета. Давайте посмотрим. Да, повтор. Беркутов атаковал. А, да, конечно. И здесь Цибок очень ловко. Цибок изменил направление полета шайбы. И над плечом у Шефера проскочила. Она в ворота. И так 1-0 на 13-й минуте первого периода. И тут же спартаковцы идут вперед. Пытаются развить свой успех. Заварухин атаковал. Но Шефер не позволил себе расклеиться. И очень уверенно отвел эту угрозу. Ну что же, наказали спартаковцы соперника за нарушение правил. И посмотрим, что теперь придумают армейцы. Розин подключается к атаке. Но Заварухин выезжает. И какой момент? Никулин! Почему не бросал сам Никулин? Я думаю, что не проходила эта шайба. Там только он как-то случайно мог попасть. И смотря на то, что он близко от ворот был. Был угол все-таки острый. И вратарь хорошую позицию занимал. Но с другой стороны, никто не атаковал Никулина. Может быть, имело смысл попытаться. Александр улучшит свою позицию в данной ситуации. Но очень уж. Хотел он, чтобы отличился партнер. А может быть, действительно оценил свою ситуацию как бесперспективную. Искал возможность для обострения. В принципе, правильно делал. Так вот прострел вдоль ворота опасный. И была вероятность того, что от конька защитника шайба может закатиться в ворот. Или партнер замкнет. Но вот не получилось. Отличный момент был сейчас у армейцев. Спартак идет вперед. Рыбаков до броска. Дело все-таки доходит. Но Рылов становится на пути шайбы. Что здесь творит Игорь Мусатов? Два виража заложил. С шайбой не расстался. Но в конце концов, опять же, и его бросок заблокировали. Тут же спартаковцы вступают в борьбу. В чужой зоне выходят армейцы из-под этого прессинга. Но максимум, чего удается добиться красно-синим, это проброса. И вбрасывание у ворот. А вот интересно. Армейцам меняться-то нельзя сейчас. А вот сейчас Бирюков об этом как раз, по-моему, и предупреждает. Эдминскую скамейку. Новые правила после проброса. Команда, сделавший проброс, не имеет права делать с милым составом. Но с профессиональной точки зрения, Леонид, насколько вот эти новые правила пойдут во благо? Мне очень нравится. Вот это правило мне очень нравится. Я считаю, что оно вообще так логично, абсолютно. Ну, равно как и вбрасывание в зоне команды, нарушившие правила. Тоже, пожалуй, тоже, да. Потому что идея у ИХП все делается для того, чтобы количество голов там увеличилось, зрелищность. И, как мы видим, все идет в пользу атакующего хоккея. Хартиган довольно с острого угла атаковал. Это может быть даже к разговору о позиции Никулина. Хартиган, кстати, с этой точки забрасывал в прошлом сезоне в Рижском Динамо. Но вообще у него великолепный бросок. Может быть, это первопричина того, что не стесняется он атаковать с разных позиций. Канадцы вообще бросают с любых позиций. Они, по-моему, особо не задумываются. Ну, опять же, потому что они умеют это делать. Наверное, в первую очередь, и имея в своем арсенале поставленный бросок, можно себе позволить атаковать из таких ситуаций, которые рядовым болельщикам, может быть, кажутся не самыми оптимальными. Философия такая. Бросают с любых позиций. Кто там, Киржаков сказал, да? Бил, бью и буду бить, да? Да, ну, это несколько из другого вида спорта. Ну, какая разница. Но суть, да, остается. Идея та же. Неизменный. Цыбок с партнерами, а вновь на льду у красно-белых. Цыбок автор первой заброшенной шайбы в этом матче. Ну, а вообще, кстати, свой первый гол во время этой предсезонки Словацкий и центрофорвард Спартака записал на свой счет. И еще один великолепный момент. И все-таки со второй попытки шайба попадает в ворота красно-белых. Коротков отличился. Ну, а практически все сделал Жмакин. Причем у него сорвался бросок в последний момент. И получилась неплохая передача. Давайте посмотрим. Да, дважды пытался он бросить по воротам. Так и не получилось это сделать. А поиграл-то он здорово защитник. Да, Беркутова объехал просто фантастически. Ну, и дальше Коротков остался один перед воротами. Тоже угол островат был, но ближе к воротам находился. И уже там вот еще раз показывают нам рейд Жмакина. Сел уже на колени Кочнев и не успел просто переместиться. Ждал он броска со стороны Жмакина. 1-1. Вот так армейцы отличились в контратаке и сравняли счет. Я, кстати, хотел бы пару слов сказать о спартакских вратарях. Вот Кочнев, мы знаем, очень хорошо в том году играл. А Канабри мне очень понравился в этом году на турнире в Нижнем Новгороде. Мне кажется, у Спартака очень хорошая вратарская бригада в этом году будет. Канабри и в прошлом сезоне в матчах континентальной хоккейной лиги, когда получал такую возможность, оставлял своей игрой очень приятные впечатления. Плюс к этому Евгений Канабрий утвердил себя в глазах общественности как непревзойденный мастер булитных серий. Ну и на предсезонке действительно ряд матчей просто великолепных. Евгений Канабрий провел, пользуясь случаем. Хотелось бы еще раз персонально перед ним извиниться. Во время кубка губернатора Нижегородской области ошибочка вкралась. В протокол, да, когда играл он, а все лавры достались третьему галкиперу красно-белых, Алексею Яхину. Ну вот Евгений тогда блестяще защищал ворота Спартака в поединке против хоккейного клуба МВД. Другой вопрос, что будет ли у него много шансов в чемпионате играть, потому что все-таки Кочнев, видимо, Ржега больше ему доверяет как первому вратарю. Ну посмотрим. Все будет зависеть от того, как будет себя чувствовать Дмитрий Кочнев, насколько уверенно он будет сражаться на последнем рубеже обороны. Я так думаю, что, знаете, не дотрудиться Евгению Канабрию не грозит в этом сезоне. Сезон длинный, мне кажется, как бы не играл первый вратарь, все равно одному весь сезон провести очень тяжело. Все равно будет у второго вратаря шанс сыграть. Безусловно. Ну а тем временем, три минуты, чуть больше остается до конца первого периода. 1-1, счет, наверное, по игре. По игре, да. В равной борьбе проходит первый период. Спартаковцы использовали свой шанс в большинстве. Армейцы поймали соперника на великолепной контратаке. Опять же, заряжены по ее ходу были все игроки красно-синей команды. Собственно, это и привело к тому, что у Жмакина бросок не получился, но, тем не менее, его партнер увенчал усилия Жмакина точным, разящим броском по воротам. Чуть бы не украли армейцы шайбу. Но все-таки потеряли ее спартаковцы. Паршин валит его без нарушения правил, как считают арбитры. Такой сдержанный свист из армейских секторов послышался. Довольно много болельщиков. 1003, наверное, уже видим мы на трибунах Дворца спорта на Ходынском поле. Это несмотря на то, что буквально через полчаса свой матч в Подольске начнет национальная сборная в рамках вынесенного матча чешских игр против команды Швеции. Там все билеты уже проданы, но вот есть люди, для которых вот это дерби, вот это классик отечественного хоккея поинтереснее в матче национальной команды. Что там, вне игры, да? Да, похоже на то. Шайбу покинуло пределы спартаковской зоны, затем ее армейцы туда вернули. Никулин против Заварухина на точке вбрасывания. Номинально третье спартаковское звено против второй тройки нападения ЦСКА Осипов, Никулин, Суглобов против Людучина, Заварухина и Ружички. Может быть, как раз была какая-то тактическая хитрость со стороны Милоша Ржиги, когда именно третий порядковый номер присвоил он этому сочетанию. Еще одно удаление сейчас будет в составе армейцев. Там у борта неласково обошлись с Алексеем Заварухиным. Скажу, у ЦСКА второе удаление в углу площадки совершенно... Ну, не сказать, что совсем не обоснованно. Но какая-то такая острая необходимость была нарушать там правила? Игрок стоит лицом к борту, спиной к воротам и... Но здесь можно еще все-таки говорить о том, что и Заварухин очень удачно подставился в данной ситуации. Действительно, он видел, что к нему катится соперник там. Расстояние до борта все-таки как-то контролировал нападающих, потому что будь он ближе, вряд ли бы так он подставлялся под этот удар. В общем, трезвый, хладнокровный расчет и в итоге две минуты на игру пятером против четырех соперников. Ну, один раз «Спартаку» удалось реализовать большинство. Посмотрим, как у них еще раз получится. Нет? Ну, а вообще уже третий раз в этом матче красно-белые получают численное преимущество. Не удается выиграть вбрасывание в чужой зоне, поэтому придется потратить и время, и усилие на вход в зону соперника. Союстов и Бекунсь. Пара форвардов у ЦСКА и Гончаров с Пышниным. Пару защитников составляют. Ружечка оставляет ее Роману Людучину. Долго, на мой вкус, готовил бросок Роман Людучин. Дал возможность Гончарову сблизиться с собой. И там даже, по-моему, клюшку успел подставить. И долго, и бросил плохо. Спартак все время хочет людную передачу сделать. В большинстве играют, могли бы спокойно начать. Здесь Кочнев пытался поймать армейцев на пересменке. Там как раз под чужой синей линией Людучин находился. И, в общем, правильно действовал Спартак. Да, но только сил у него уже не было. Он смену отыграл, он уже делил полстом по этой синей линии. А Кочнев его еще туда забрасывает. Ну, вот оставили шайбу к чужим воротам. Хоккеисты Спартака 15 секунд до сирены на первый перерыв. В принципе, если выиграть в бросуне, то времени более чем достаточно для того, чтобы до броска эту атаку довести. Ну, вот первая часть этого плана выполнена. Шайба выиграна. И какой момент? Но вдоль ворот летит она после броска Александра Рыбакова. Был шанс сейчас у 10-го номера Спартака. Сирена, как это принято в каких случаях, застает краснобелых в атаке. Но программа первой-третьей матча оказывается выполненной. На этом Спартак ЦСКА 1-1 после 20 минут игры и продолжение следует. Ну, я скажу, что они такие очевидные. Удаления-то были особо вопросов-то не было. Другой вопрос, что необходимости удаляться, особенно у армейцев, тоже не было. Я скажу так, арбитров вообще не видно. Если их не видно, значит, они хорошо работают. Лучший показатель работы арбитром. Ну что же, второй период армейцы начинают в меньшинстве. Еще 35 секунд проведет на скамейке штрафниковов Георгий Мишарин, удаленный в конце первой 20-ти минутки. У Спартака Беркутов, Баранко, парозащитников Цыбок, Бутурлин и Родивоевич на льду. У армейцев Союзов, Бегунс держит оборону. И парозащитников Бусыгин-Розин. Родивоевич Баранко возвращает тому шайбу. Бросок по воротам, там уже готовился Цыбок. Вновь поставил клюшку на лед и готовился изменять направление полета шайбы. Но до него она так и не дошла. Внимательно были армейцы. Мишарин появляется на площадке, в полном составе играет ЦСКА. Ну и заканчивая разговор об авторах заброшенных шайб, Цыбок и Коротков отличились впервые в этом межсезонье. Ну вот сейчас игра в зоне ЦСКА и вратарь без клюшки. Армейцы, по-моему, этого не видят. Вообще защитники могли бы клюшку подать. Вот, меня услышали. Ну вот сейчас как раз Бусыгин, привлеченный жестами своего голкипера, обнаружил клюшку в середине собственной зоны. Здесь отличный силовой прием проводит все тот же Бусыгин. Князев лежит на льду. Не готов он был к этому столкновению, но опять же со стороны показалось, что абсолютно в рамках правил действовал Бусыгин. Очень чистый силовой прием тут даже. Вообще непонятно. Вот как раз повтор этого момента. Даже не... А что там с ним случилось? Может он на ногу ему упал? Потому что вроде бы и травму-то он не должен был получить князев, в общем-то. Мне кажется, он когда падал, либо армеец ему на ногу... Сейчас посмотрим. Здесь такой довольно серьезный удар в плечо был. Дыхание сбил, если бы. Может быть. Скорее всего, потому что князев в такое впечатление, знаете, не был готов к этому столкновению. Может неудачно упал. Не спать. Тут люди могут встретить. Да, действительно, в таком-то матче опускать голову и надеяться, что все обойдется, не стоит абсолютно. С помощью партнеров покидает князев в пределы площадки. Но арбитры назначают убрасывание в средней зоне, ближе к синей линии спартаковцев. Ружечка и Димитракас там в этой паузе успели так перекинуться. Парой слов. Ну, вообще, обычно предсезонные вот эти турниры, матчи, они такие довольно грязные бывают. А я скажу, играют команды корректно сегодня. Таких вот такой грубой, откровенной игры нет. Ой-ой-ой. Чуть было не забили. Спартаковцы. Ну, здесь все-таки, наверное, понимают и те, и другие, что в первую очередь, вот этот турнир Кубок Мэра, это такой праздник столичного хоккея. До начала чемпионата остается-то уже всего ничего. Одно дело, когда за месяц до старта Перинсу, там, выйдя из зала УФП, образно выражаясь, сражаются команды друг с другом, там, кровь кипит. И, естественно, частенько могут, там, горячие головы завестись и наломать дров. Здесь через уже неделю стартует чемпионат. И никому не хочется, конечно, получать травму, тем более травмировать соперников. Ну, и все-таки зрители присутствуют на этом матче. Такая арена, и здесь вот размениваться просто на потасовке, наверное, не имеет смысла. Вот почему. Это да, но кому праздник, а кому в состав надо пробиваться. Поэтому тут разные задачи люди решают. И, в принципе, было бы логично, чтобы, ну, поактивнее, скажем так, в физическом плане некоторые игроки себя вели. Ну, перед стартом этого турнира спартаковцев называли... Или они уже определились с составом, и те, и другие. Да, вот как раз применительно к спартаку и говорилось о том, что, в общем, комплектование закончено, команда сформирована, никакого укрепления вроде бы не планируется. И сейчас спартаковцы действительно имеют возможность играть в этом турнире на победу, что называется, с позиции сил. У Армейцев первую сборную, в национальную сборную призваны два защитника. Это Куляш и Корнеев. У Армейцев продолжается... Сергей Немчинов говорил в интервью о том, что в общем и целом физическим состоянием он в своей команде доволен. Но нужно еще время на то, чтобы хоккеисты прониклись вот этой моделью игры, которую Немчинов старается им примить, чтобы сыгрались вот эти связки в межсезонье. И на это потребуется время. Вообще, очень интересно, конечно, будет понаблюдать за работой Немчинова. Все-таки, ну, я не скажу, что молодой тренер, в принципе, по возрасту, у него очень хороший возраст для тренера. Я скажу, что новый тренер в лиге. И, соответственно, конечно, новые идеи какие-то. Все-таки большой опыт игры в НХЛ у него. Причем он в НХЛ был в разных командах и в разных организациях. Очень интересно будет, как Сергей сможет применить свой полученный опыт на практике здесь, в лиге. Ну и здесь еще много любопытных пластов. Сергей Немчинов не работал с клубами. Сергей Немчинов, что называется, не кровь от плоти, армейский. Все-таки советская часть его карьеры, российская, прошла в крыльях советов. Кроме всего прочего, совмещает он, может быть, не от хорошей жизни посты и главного тренера, и генерального менеджера. И поэтому, естественно, всем очень интересно, как со всем вот этим грузом будет справляться Сергей Немчинов. И хочется персонально пожелать ему удачи. Потому что все-таки пост главного тренера ЦСКА это не только привилегия, но и огромнейшая ответственность, конечно. Да, это, конечно, его работы будут рассматривать как под микроскопом все специалисты и, естественно, болельщики. Все-таки клуб с традициями, а учитывая то, что финансовые возможности, будем так говорить, не самые лучшие, ситуация непростая, конечно. Но, в любом случае, пожелаем Сергею Львовичу удачи в его работе. Коротков Михайлов на площадке у армейцев. Как-то не очень заметен был Егор Михайлов в первом периоде, считанный разы, мы, по-моему, называли его фамилию. Обычно гораздо активнее он действует, но, может быть, пока затаился в засаде, еще порадует своего отца, Бориса Петровича Михайлова, Егор. Четвертое звено армейцев так серьезно осаждает Спартаковскую крепость уже секунд 40. Красно-синие владеют шайбой в чужой зоне. Так, может быть, сейчас по совокупности и наиграют, в конце концов, на большинство. Устают спартаковцы. Очень много усилий доставляет постоянные попытки отобрать шайбу, поспевать за перемещениями игроков, которые ей не владеют. Вот сейчас попадает она в загрозительную сеть, вбрасывание будет у ворот Дмитрия Кочнева. И, можно сказать, что и с облегчением так. Сейчас спартаковцы проводят смену. Да, ну, ты скажешь, звено-то было четвертое, но игроки достаточно опытные там играли. И неудивительно, что они всю смену в зоне Спартаковской провели. Да, ну и, собственно, именно игроки четвертого звена и соорудили. Могового ворота Спартака в первом периоде. Родивоевич пытался здесь схитрить, но Гончаров очень здорово сыграл на опережение, обокрал своего соперника. Спартаковцы шайбу потеряли, ну и теперь пытаются вернуть ее себе. Пас на Димитракаса, там высоковато летела шайба. Не рискнул ее принимать клюшкой, потому что рядом соперник находился, можно было и две минуты заработать. Такую только на грудь можно было принять больше никуда. Ну да. Да. Цыбок на точке вбрасывания против Марка Хартигана. Здесь просят повторить арбитры это единоборство. Хартиган так на колено привстал, закрыл шайбу от соперника и не понравилось это линейному арбитру. Интересно, у армейцев пара защитников, Гончаров, Пашнин и Немчинов посоздал пару, которая была в молодежной сборной в том году на чемпионате мира. Интересно, они в таком сочетании будут в чемпионат играть или это просто в связи с тем, что сейчас сборников нет? Ну вы знаете, куляш с Георгием Мишарином в прошлом году выходил на площадку. Вполне возможно, что действительно с таким дальним прицелом Гончаров и Пашнин объединены в одну пару. По крайней мере, значились они так и в протоколе этой встречи. Ну так выходили они на площадку. Тем более, что знакомы ему возможности этих хоккеистов по совместной работе молодежи, как вы правильно заметили. Так что, почему бы и нет? Ну больно уж молодая пара, там обычно как-то делают одного опытного игрока, второго помоложе. Ну, посмотрим. Вы же говорили о том, что новые подходы и Сергей Немчинову строить эту команду, отвечать за результат. Вот пока он видит так, а дальше уже как события покажут. Упер выкатывался на позицию для броска. Шефер уверенно отвел угрозу. Левандовский все-таки добыл шайбу в углу площадки. Такой прострел, но там Упера к шайбе не пускают. Князев все в порядке с ним. Оправился он от силового приема Бусыгина. Ни одной смены не пропустил. 83 номер Спартака. Выходит шайбу в среднюю зону. Подхватывает ее Суглобов. Но там скорости не было у нападающего армейца. В два соперника готовились его встречать. И в конце концов Суглобов шайбу потерял. Много борьбы, много столкновений. Но опять же принципиальный характер матча и не оставлял. Собственно выбора хоккеистам и той, и другой команды. Игра должна болельщикам нравиться. Щитов успевает его накрыть Александр Никулин. Шайба взмывает надо льдом. Попадает в заградительную сеть. Вбрасывание будет у ворот ЦСКА. Рылов ошибся в передаче. Так на Яшу, честно говоря, не похоже. Обычно очень аккуратно он играет этот защитник. А тут что-то ошибочку допустил. Мы посмотрим сейчас вбрасывание в зоне армейцев. Ружечка Заварухин-Людучин у спартаковцев на площадке. Против звена Моня Союзтов Бегунц. Просудня в средней зоне сейчас будет назначена. Бегунц, 81-й номер ЦСКА, был заметен в первом периоде такой настырностью. Понравился он своей заряженностью на борьбу, нацеленностью на ворота с висящими на плечах соперников. Соперниками старался он вырваться из этих объятий и все-таки завершить атаку броском. В общем, очень целеустремленно действовал Рубен Бегунц. Хорошие физические данные у парня, несмотря на то, что он молодой. Заварухин! И Шефер спасает свою команду от неминуемого гола. Казалось, наверняка все делал Заварухин в этой ситуации. Ружечки на пустой угол, выкатывал буквально шайбу, но Шефер переместился и закрыл в шайбе путь своей ворота. Еще один момент и вновь Шефер в игре. Да, но вот если вернуться к этому моменту, я хочу сказать, что, мне кажется, Ружечка по формам сейчас показывает, да? Давайте посмотрим. Ну, надо же поднимать ее шайбу-то, щиток надо перебрасывать. Он что там, думал, что там из золотой шайбы вратарь? Этот парень все-таки опыт игры в НХЛ имеет. Но, может быть, хотел как раз под щитком шайбу, как будто бы в доме поймать вратаря на том, что он перемещался. Это как раз вот то, как неправильно. Как раз золотая шайба. Да, рассчитывать на ошибку вратаря. Но, однако, все-таки согласитесь со мной, заслуг Шефера это не умаляет никого. Да, безусловно. Правильно выбрал позицию, положил щиток, все правильно сделал. Вот такие роскошные моменты. Такой роскошный момент был сейчас у хоккеистов Спартака для того, чтобы вновь выйти вперед. В этом матче 7 минут 50 секунд сыграно во втором периоде 1-1. Каблуков с партнерами на льду красно-белых. Обшут забрасывает шайбу в чужую зону. Но вот так с запасом получился этот заброс. Вообще, надо сказать, что вот таких реально голевых моментов у Спартака больше, чем у армейцев. И по первой периоде вот сейчас таких вот стопроцентных возможностей у армейцев я что-то не припомню. Вроде бы и не было, да? Но при этом были такие эпизоды, и очень здорово индивидуально действовали форварды армейцев. И Паршин порой рассмело шел в обводку. И в конце концов, помните, вот этот замечательный проход Жмакина, когда армейцам удалось все-таки отключиться. Другое дело, что Спартак очень четко страхует друг друга. И если удается обыграть одного защитника, тут же на помощь приходит второй. Да, я смотрю, вот очень интересно с этими пробросами. Все-таки некоторые игроки-то обманывают судьи и ухитряются поменяться. Интересно, вот во время чемпионата судьи строго будут к этому правилу подходить или формально? Ну, я думаю, все-таки еще будет какой-то сбор арбитров, где действительно будет... Обратят их внимание на то, чтобы и вот за этим следили они более внимательно. Успел там коснуться шайбы у центральной линии Евгений Коротков, поэтому не был зафиксирован проброс. А вот сейчас он будет. И давайте смотреть. Родивоевич покатился к своей скамеечке запасных, но на самой калиточке так заложил вираж и поехал защищаться. Ну, в принципе, только появились на льду Цыбок и его партнеры. Пашнин. Шайба отскочила к нему после вбрасывания. Зарядил тот от синей линии, но опять же там в конек кому-то из спартаковцев шайба угодила и в итоге полетела в угол площадки. Кочнев по борту выбрасывает шайбу. Бутурлин здесь продолжил ее движение в среднюю зону, хотел убежать, но Пашнин был бдителен и провел против нападающего силовой прием. Потеря в средней зоне. Вновь Бутурлин сохраняет шайбу, но опять же Пашнин здесь очень цепко действует, не позволяя сопернику оторваться и беспрепятственно бросить. Раскатываются армейцы. Димитракос там ускорялся, пытался замкнуть дальнюю штангу, но его партнер предпочел бросить в данной ситуации. Смотрите, какая борьба. Выходят спартаковцы из-под этого прессинга. Баранко в средней зоне Бутурлина находит, тот пас пяткой на партнера делает. Еще одно столкновение, но вот здесь Баранко, по мнению арбитра, был неправ. Удар коленом. Да, с такой формулировкой выговоряют Ивана Баранко на скамейку штрафников. Армейцы впервые в этом матче получают численное преимущество. Покажут там? А, ну, пожалуй, соглашусь. Да. Я просто посмотрел на Бирюкова, он так долго думал, прежде чем удаление это сделал, но нам повтор показали, я думаю, что правильное, конечно, решение приняло. Ну и с Рыловым все в порядке, остается он на льду, играть в большинстве вместе со своим напарником Мишарином. Никулин, Суглобов. Иосифов, насколько я понимаю. Активно очень, Спартак, в меньшинстве играет. Суглобов завозился буквально мгновение шайбой, тут же навязали ему силовую борьбу. Еще два игрока стояли свободно и почему-то Суглобов предпочел самое сложное продолжение и отдал передачу эту не точно. Хотя можно было в двух метрах партнеру сбросить шайбу. Но утомила его вот эта силовая борьба с Обшутом, Щитов ловит все того же бедолагу Рылова, который уже второй раз попадает под силовую прием на этот раз. Произведен он был в пределах правил. Что-то не держится у армейцев никак. Шайба встать нужна им. Может быть сейчас, да, вот Никулин, наверное, да? Да, берет он небольшую паузу, позволяя партнерам расставиться. И Суглобов великолепный бросок и над плечом Кочнева шайба влетает в ворота красно-белых. Армейцы использовали чистное преимущество. Вот так долго ничего у них не получалось, такого конструктивного, но оказалось достаточно этого снайперского удара. Суглобова, смотрите, получил шайбу, подработал ее себе, неотразимый бросок в верхний угол. Может быть рано Кочнев сел на колени в данной ситуации. Останется он в стойке, там как раз должно было его плечо находиться, по идее. Я скажу, оба игрока очень хорошо сыграли, и Никулин очень хорошо передачу это сделал. И Суглобов, конечно, попал. Тут особо даже Кочнева винить, уж более здорово, Суглобов попал. Ну что же, армейцы использовали чистное преимущество. Сразу можно сказать, ну в том плане, что первое удаление у Спартаковцев, и сразу гол Каблуков. Перевод доль ворот, и с острова угла уже атаковал. Кто же это был, 21 номер, Игорь Мусатов, да. Но Шефер хранит армейцев во втором периоде, уже не в первый раз становится он на пути шайбы. Очень опасные моменты, но вот пока Шефер просто выше всяких похвал действует. Таким образом, 2-1 Суглобов забрасывает свою вторую шайбу в это межсезонье. И армейцы пытаются развить свой успех. Торопятся Спартаковцы, выходя из зоны, и шайбу теряют. Но в ЦСКА бегун, перевод в центр, бросок с неудобной руки. Это Моня атаковал. И сейчас Кочнев выручил свою команду. Очень сложный для вратаря момент. Вот эти здесь уже с отрицательного угла атаковал Мусатов, угодил в штангу с внешней стороны. Но тем не менее, момент очень острый был у ворот ЦСКА. Выигрывают армейцы в бросовании в чужой зоне. Жмакин сегодня очень активен. Я смотрю, движение такое хорошее, видно, функционально очень неплохо подготовлен. Ну и теперь там Баранко, чье удаление как раз армейцы использовали. Прессингует Егора Михайлова. Действует предельно осторожно, зная, что может Егор подставиться, может заработать две минуты для своей команды. И поэтому так подчеркнуто аккуратно Баранко теснил соперника, практически не позволяя себе каких-то посторонних движений руками и клюшкой, чтобы не давать повод Егору свои артистические возможности продемонстрировать. Ну вот я бы сказал, сейчас некоторые преимущества у армейцев. Вот последние минут пять, наверное. Да, пропущенная шайба, такое впечатление действительно немножко выбило спартаковцев из колеи. В таком легком шоке они находятся. Но армейцы еще один шикарный момент имеют. Правда, свисток останавливает продвижение Марка Хартигана к воротам соперника вне игры. Причем вне игры, насколько я понял, не Хартиган был, а Егор Михайлов. Не вышел вовремя из зоны. Хартиган-то правильно принимал, там у него нормальный был момент. Ну, тем не менее, в средней зоне бросывания. Может быть, хоккею пойдет на пользу, если еще правило пассивного офсайда будет введено в аналогии с футбольным. Потому что Егор Михайлов тогда в этом эпизоде участия не принимал действительно никакого. Ну вот это, я не знаю, у меня некоторые сомнения вызывает. А вот правила проброса, мне вот, повторюсь, очень нравится. Завязывали спартаковцы в средней зоне, упер Левандовский там все-таки немытьем, так катанием. Затолкали шайбу к чужим воротам, но создать там ничего не удалось. Еще одна попытка сыграть пяткой. Левандовский Баева пытался подключить к этой атаке, но до Дениса шайба не долетела. Смена по ходу матча в составе обеих команд. Покидает шайбу пределы площадки и бросу не будет в средней зоне. 14 минут 10 секунд сыграно во втором периоде. 2-1 ЦСКА благодаря шайбе Александра Суглобова, заброшенной в большинстве, пока впереди. Вот я бы сказал так, что ЦСКА 2-1 выигрывает, но вот обе шайбы армейцы забросили за счет очень хороших индивидуальных действий игроков. Не было как-то так это логично из хода матча, не вытекал такой результат. Тем не менее армейцы выигрывают 2-1. Очень интересно, что спартаковцы смогут противопоставить, потому что вот психологически команду это может из клеи выбить, когда она имеет преимущество, а в счете впереди соперник. Ну, с другой стороны, в матчах между этими соперниками довольно часто подобное происходит. Зачем ходить далеко за премьерами, вспомним хотя бы прошлый год. Ну а здесь вспышка страстей, куда же без этого. Заварухин там атаковал Шефера, тут же армейцы становятся на защиту своего голкипера. Тут же и лайнсмены подключились. В общем, там вспышку напряженности удалось предотвратить. Он не открывал, он затормозил в него. Вот, посмотрите. А, да. И решил так освежить немножко его, чтобы тот не спал. Ну, естественно, тут же попал под пресс соперников. Но действительно очень не любят вратарей, когда вот так вот крошка летит им в лицо. Душ такой ледяной устроил. Здесь, собственно, и Шефер сам был готов разобраться со своим обидчиком. Не, ну на самом деле, я не думаю, что Заварухин уж прям очень виноват, потому что тут у Шефера такие действия были непонятные. Он там прижимает шайбу, не прижимает шайбу. Что же Заварухина вообще, что ли, убегать получается? Он же должен что-то такое. Ну так вот, вспоминая прошлый сезон, вспомним матч второго круга между этими соперниками, когда армейцы владели огромным преимуществом. Почти в четыре раза перебросали красно-белых, а тем не менее вынуждены были признать свое поражение 0-2. Да и в матч первого круга, который проходил в Сокольниках, красно-белые уступали по ходу матчей 2-4, 3-5. Но тем не менее сумели сравнять счет в основное время и вырвать первую за долгое время победу в официальном матче в серии булитов. Вообще последние три матча между этими соперниками, кстати, заканчивались победами красно-белых. На Кубке Мэра в прошлом году также Спартак был сильнее. 4-2 красно-белые тогда победили. Роман Людучин, новичок команды, на тот момент сделал дубль и благодаря этому факту сразу стал любимцем спартаковских болельщиков. Вот сегодня Людучин не очень заметен. Армейцы пока впереди. Шефер там продолжает играть с огнем. Не, ну Шефер-то как раз нормально сыграл. Там что-то судьи поторопились. Очень рано свисток дали и поймали. Ну вот, может быть, чтобы опять же не накалять вот эти страсти, которые возникли в предыдущем эпизоде, поторопились. А Родивуевич становится на точку вбрасывания. Шефер. Сломалась клюшка у вратаря армейцев. И вот сейчас вынуждены ее менять. 4 минуты и 8 секунд остается до конца второго периода. 2-1. Армейцы впереди. Баранко и Беркутов. Пара защитников. Ну вот, кстати, раз уж мы тут вратарей начали говорить, мы говорили, что у Спартака очень хорошая вратарская бригада. Но вот у армейцев, кстати, с этим делом проблемы, потому что мы знаем, что Барулин не согласен с условиями контракта, которые ему предложил ЦСКА. И фактически сейчас у армейцев один вратарь, потому что у Беспалова практически нет опыта, да не практически, а нет опыта игры в ТХЛ. И непонятно, чем закончится эта ситуация с Барулином. Непростая ситуация вратарская. Сергей Немчинов говорил о том, что ведутся переговоры и очень надеются, что все-таки удастся клубу с Константином договориться. Но, насколько я знаю, ведется работа и над запасными вариантами. В конце концов, если не удастся разрешить ситуацию с Константином и Барулином. Иностранцы-то они взять не могут, у них один есть, а российских вратарей высокого уровня, по-моему, 2 минуты. Ну да, все правильно. Подножка там была, безусловная. Красно-белые вновь остаются в меньшинстве. Во второй раз в этом матче по кауцейска стопроцентная реализация лишнего в этой встрече. И на Жмакине удаление. Ну, Жмакин очень активен сегодня, мы это уже подчеркивали. И ничего удивительного, что на нем обширь нарушил правила. Очевидное удаление, конечно. Я скажу, сейчас как раз такая ситуация, конец периода. Если армейцам удастся еще одну шайбу забросить, это с психологической точки зрения удар будет по Спартаку. Спартак, в основном, обязательно нужно сейчас выстоять. Вы знаете, похожая картина была в первом матче сегодняшнего игрового дня, в поединке между Крыльями и Динамо. Так раз тогда Динамовцы были впереди со счетом 2-1, и в конце второго периода как раз получили они численные преимущества. Но дело закончилось тем, что Крылья сумели забросить в меньшинстве, сравнять счет и продолжали надеяться на благополучный исход этой встречи. Правда, в итоге в третьем периоде Динамовцы соперника дожали. 4-2 они выиграли. Посмотрим, как сейчас будут развиваться события. Паршин с Димитракосом и Хартиганом на льду у ЦСКА. Гончаров и Пашнин, первая пара защитников, пытается использовать численные преимущества. Но сейчас меняет Сергей Немчинов свой состав. И Спартаковцы также меняют свою четверку. Появляется Рыбаков, Щитов, Покровский. И Князев. Вармейцев Никулин с Углобовым. И Осиповым появился на льду. Собственно, вот эта пятерка и отличилась. В предыдущем розыгрыше большинства у ЦСКА. Спокровскому удается шайбу подальше от своих ворот выбросить. И вновь не удается армейцам закрепиться у чужих ворот. Покровский и Рыбаков так стремглав бросаются на смену. На ближних подступах к своей синей линии спартаковцы встречают соперника еще в средней зоне. Вот только сейчас удается армейцам добраться до чужих ворот. Углобов вновь готовит бросок, но останавливает арбитры встречу. Игра там в площади ворот была. Осипов в борьбе с соперником заехал во владение Дмитрия Кочнева. И оперативно покинуть их не смог. Через 17 секунд Топшут появится на льду. Вот повтор этого момента вновь Суглобов. Готовился разрядить свою чудо-пушку, но чуть ранее прозвучал судейский свисток. Я всегда меня удивляю, вот эти моменты. Взять так, заехать туда и свести на нет все усилия своих партнеров. Хороший момент взял его. А вот сейчас вратарю две минуты, да, все правильно. Да, Дмитрий Кочнев получает малый штраф за подножку. Естественно, отбывать его будет кто-то из партнеров, спартаковского галкипера. Причем из тех, кто был на льду в этот момент. За пределами вратарской Кочнев находился, но и так не было необходимости ему подобным образом встречать своего соперника. Тем более, что у спартаковцев там как раз появился обшут на льду в средней зоне. Он был один. Дмитрий Кочнев, номер первый. Было бы больше поводов. А сейчас посмотрим. Ну, скажу так, непростая ситуация, неоднозначная. Хорошо, какое решение приняли бы вы? Я скажу, что любое решение здесь было бы правильное. Потому что ситуация такая пограничная. Если судья посчитал, что это две минуты, значит две минуты. Тут, опять же, смотря где находиться, смотря с какой позиции смотреть, очень непростая ситуация. Каблуков отправляется отбывать малый штраф за Дмитрия Кочнева. До конца второго периода армейцы, если не забросят шайбу, будут иметь численное преимущество. И затем еще чуть больше минуты будет в распоряжении подопечных Сергея Немчинова на игру 5 на 4 в периоде третьем. Вот первое звено. Паршин, Хартиган, Димитракас. Пашнин и Гончаров, пара защитников. Обшут, Цыбак, Родивоевич и Баранко. Вот такая словацкая четверка оборону держит у Спартака. Впервые в этом матче одновременно четыре словака появляются на льду при игре в меньшинстве. Ну, если такие передачи в средней зоне давать, конечно, большинство не реализуешь. Решили доиграть период, наверное, армейцы. Все уже. Ну, подождем. Итак, закончен второй период. 2-1, ЦСКА впереди и продолжение следует. Телеканал «Спорт» продолжает свой рассказ о матче между Спартаком и ЦСКА в рамках второго кубка мэра Москвы по хоккею. Ну, вот опять же, новые правила. Вбрасывание в средней зоне? Да нет же. Вбрасывание у ворот ЦСКА. Так как было сейчас удаление, но армейцы выиграли это единоборство. И Гончаров выбросил шайбу из своей зоны. Гончаров, Пашнин и Хартиган защищались у армейцев. Но вот сейчас появляется на площадке Розин. Звено Упера у Спартака. Баев наброс на пятачок, но там заблокировал клюшку Упера молодой Пашнин. Абсолютно правильно действовал в этом эпизоде. Он даже не смотрел на то, как стоят ноги Упера, куда он смотрит. Он был сконцентрирован на клюшке соперника, потому что ей забиваются голы. И поэтому сейчас Уперу как раз ничего и не получилось сделать, хотя Баев делал на него нацеленную передачу. Ну да, Пашнин в данной ситуации правильно сыграл, оценил ситуацию. И, в общем-то, момент спартаковцы не использовали. Хотя очень опасно набрасывали на ворота. Родивоевич получает шайбу под синей линией, бросок и вновь Шефер уверенно действует. Еще знаете, такое впечатление, что спартаковцы никак не могут приноровиться к тому, что вратарь-то у армейцев он левша. Он держит ловушку в правой руке и вот постоянно как раз броски идут в ту точку. И там постоянно на пути шайбу встает как раз ловушка Шефера. Может быть, они даже на эту тему и не задумываются. Просто так еще немножко, знаете, на взгляд со стороны такая нестандартная техника игры Шефера в воротах кажется. Я не профессионал в воротах никогда и не играл, но вот что-то такое необычное в его действиях заприметило. Только сейчас обратил внимание, что действительно клюшка в левой руке у Шефера, ловушка на правой. Ну, собственно, поэтому движения немножко другие, что вполне логично. Ну да. Тем временем 10 секунд до выхода на лед Саюстово не сумели спартаковцы никаких дивидендов из двух подряд удалению соперника извлечь. 8 минут 20 секунд сыграно в третьем периоде. 2-1. Рыбаков. Бросок поворотом, но опять же там Бусыгин успевает подставить клюшку. Вот бросок Кирилла Князева и шайба такой обессиленной бабочкой в ловушку Шефера прилетела. Ну вот я сейчас, глядя на игру, подумал о том, что в свое время известный футбольный тренер Лобановский говорил, что ничто так не расслабляет команду, как большое количество нереализованных моментов в первом тайме. Я подумал, что Спартак слишком много не забил в первом периоде таких достаточно. Ну-ка сейчас, вот видите, это лишний раз подтверждает мой тезис. Что слишком много Спартак не реализовал таких явных левых моментов в первой половине игры. И теперь, видимо, уже они торопятся, стараются счет сократить, вернее сравнять. И ничего у них не получается. В данном случае вот очень интересно будет вот Спартаку, я скажу, очень важно забросить шайбу, чтобы поверить в себя, потому что слишком уж много моментов они не реализовали. Потому что так с каждой шайбой все ближе и ближе к легендарному третийку становится Шефер. И так атакуют красно-белый и эдак. Но в последний момент протарь ЦСКА становится на пути шайбы и отводит угрозу от собственных ворот. Здесь, конечно, тоже палка о двух концах. Вот эти моменты с одной стороны расслабляют атакующую команду, а с другой вселяют уверенность в действии галкипера. Ну и его партнеры получают возможность сыграть более раскованно. Они понимают, что сзади у них все в порядке. Они могут атаковать, могут себе позволить большими силами атаковать. Может быть, как раз и кроются в корне тех моментов, когда брали очень смело и индивидуально нападающие ЦСКА игру на себя, что и позволяло им создавать моменты у противоположных ворот. Ну, сейчас мог очень хороший момент возникнуть у ворот Спартака. Не совсем точная передача была. А так мог игрок один на один выйти у армейцев. Ну и здесь нужно отдать еще должное. Игрокам ЦСКА очень много шайб попросту не долетает до Нолана Шефера. Помогает своему вратарю изо всех сил. Появые игроки красно-синих. Действительно такие лучшие образцы командного взаимодействия. Командная игра армейцы сегодня демонстрируют в этом матче, в этом принципиальном поединке. Бутурлин. Ой-ой-ой. Бутурлин делал передачу на партнера. Хотя, как показалось, ситуация складывалась таким образом, что мог и Бутурлин сам атаковать. В данной ситуации силовой прием. Но за рамками правил он оказывается. Удаление сейчас будет в составе Спартака. Осипов поднимается со льда, катится в скамейке с запасных. Ну а навстречу ему на скамейку штрафников сейчас кто-то из Спартака поедет. Ждем мы повторы этого момента. Ну не уверен я, что здесь было нарушение. Не знаю, что здесь неправильно сделал Спартаковец. Баранка отловил Осипова у борта. Ну вот арбитры посчитали, что были нарушены правила в этом эпизоде. Хотя вот посмотрели мы сейчас два повтора и действительно криминала в действиях Баранки не углядели, мягко говоря. Показывает Бирюков за грубость. Ну вот сейчас Ржига недоволен действиями судьи. Вы знаете, я с ним соглашусь. В данном случае, по-моему, все было правильно. Другой вопрос, что тебя уже удалили, иди садись, что-то руками разводи. Хотя там мы видели, что Баранка применяла целого приема, скамейку штрафников отправляет Ливандовскому. Может быть, он параллельно с этим где-то правило нарушил? А, может быть, это вообще в другой ситуации был? Тогда, извините. Может быть, это где-то в другом эпизоде вообще нарушение было? Я-то не знаю. Ну как бы то ни было, две минуты армейцы проведут в большинстве. Мони Союзков и Бегунс выходят у армейцев на розыгрыш лишнего. Даже в такой важный момент не нарушает Сергей Немчинов в очередность выхода звеньев на лед. Дает себя проявить хоккеистам третьего звена. Моня. Перевод в центр. Но там как раз, опять же, между Союзовым и Бегунсом шайба летела. Не очень акцентированная передача получилась у армейцев в данном эпизоде. Так, не сумели разобраться его партнеры, кому была адресована эта передача. Как-то очень вальяжно армейцы играют. Князев, Людучин, Баев и Щитов держат оборудование у Спартака. Уж как-то совсем расслаблено. Но вот сейчас первое свое звено, даже первую пятерку, отрежает на лед Сергей Немчинов. Фаршин, Хартиган, Димитракас, Пашнин и Гончаров. На льду у армейцев. Рыбаков, Каблуков, Лямин и Баранко. Так выглядит четверка меньшинства у красно-белых. Рыбаков, могучий замах, но кексанул Спартаковский форвард. Так шайба едва-едва. Так можно и руки вывернуть. Лямин отловил Димитрака с улборта. Там видел армеец момент столкновения, поэтому подготовился должным образом. Отличный перевод и штанга! Спасает ворота Дмитрия Кочнева после броска Пашнина. Да, и все здорово сейчас армейцы сделали. И передача была, и бросок очень хороший. Да, вот такой перевод поперечный на противоположный фланг. И великолепный бросок Пашнина сходу. Еще момент. Пашнин закатывался на пяточок. Делали ему передачу, но не удержал там равновесия. Первый номер драфта континентальной хоккейной лиги. Гончаров метил в дальний угол в полном составе Спартаковца, но продолжают армейцы наседать на ворота соперников. Пашнин очень активно эту смену проводит. Да, смену очень хорошо провел. Постоянно. А вот назад сейчас успеет вернуться, нет? Ну там уже на смену катится Пашнин. Ливандовский! И бросок в ближний угол. Снова Шефер перемещается. Но вот сейчас как раз Ливандовский и пытался сыграть на том. Отправлял он шайбу под руку с клюшкой Шеферу, но тот заранее уже переместился, был готов. И, блин, поставил на пути шайбы. Тринадцатая минута. Третьего периода заканчивается. 2-1. Армейцы впереди. Спартаковцам нужно отыгрываться. Две минуты сейчас будет. Нет? Будет, но только у ЦСКА. Интересно. Боролся там Никулин с соперником. Со стороны могло показаться, что Спартаковец правил и нарушал, но нет. А затем уже Никулин, видимо, поднимаясь со льда, отмахнулся клюшкой от своего оппонента и заработал 2 минуты. Потому что за удар соперника клюшкой удален Александр Никулин. Ну вот и шанс для подопечных Милыша Ржиги. Цыбок, Ружечка и Левандовский. Баранка и Родилоевич. Четыре нападающих и один защитник у Спартаковцев на льду. Родилоевич на позиции левого игрока обороны. Левандовский! Вот такой своеобразный конвертик сейчас Спартаковцы разыгрывали на месте штемпеля. Находился Левандовский. Ему адресована была эта передача, но в ворота он не попал. Прострел, рикошет. Шайба летит в угол площадки, где Баранка ее подбирает. Здесь же и Цыбок. Но Бусыгин там двоим. Спартаковцам нарезал такую борьбу, что холоднокровно распорядиться шайбой они не сумели и потеряли ее в итоге. Армейцы, воспользовавшись случаем, провели смену Пашнины Гончаров. Вновь на льду. Хартиган и Паршин. Игра высоко поднятой клюшкой. Но так как шайба у Спартаковцев, то игра не остановленная. Вообще, скажу, ЦСКА очень терпеливый играет. Посмотрим. Вновь передача на дальний пятачок. Цыбок пытался бросать сходу, но опять же бросок не получился. У восьмого номера красно-белых. Через 50 секунд Александр Никулин появится на площадке. Меняют спартаковцы свое звено. Но вот благодаря такой запредельной самоотдаче спартаковцы в прошлом сезоне добывали победы над ЦСКА. И сегодня как раз армейцы, так можно сказать, что особенно в третьем периоде, практически спартаковским оружием образца прошлого сезона бьют подопечных Милоша Ржиги. Очень терпеливо защищаются армейцы. Очень хладнокровно. Да, отдают они сопернику, может быть, территорию. Да, может быть, больше времени спартаковцы шайбу и чужих ворот проводят. Но, тем не менее, практически нет никаких моментов. Кочнев ошибается. Моня! Не попадает в ворота. Интересный был момент, конечно. Да, редко увидишь вратаря лицом к своим воротам. Ошибся Дмитрий Кочнев на выходе. Моня перехватил шайбу. Имел момент, но там угол острова был даже с учетом того, что ворота были брошены Кочневым. Но не попал. В полном составе играют армейцы. 4,5 минуты остается до конца третьего периода. Напомним, что в случае ничьей в основное время будет без заливки льда сыгран 5-минутный овертайм. 4 на 4 до первой заброшенной шайбы. Но если он не выявит победителя, то серию буллитов мы с вами увидим. Брасывание у ворот ЦСКА 15-46 на табло. И вот повтор момента с участием Дмитрия Кочнева. Неудачно он отбросил шайбу. И вот здесь Моня близок был к тому, чтобы увеличить разрыв в счете. Выиграли спартаковцы вбрасывание. Там чуть лунку во льду Заварухин не пробил. Как он яростно просил передачу у партнера, стоя перед воротами армейцев. Но не видел его партнер. Ой-ой-ой, какая ошибка Михайлов и Кочнев. Вот говорили мы о том, что незаметен-незаметен был Егор Михайлов. А сейчас мог он расставить все точки на дье в этой встрече. Но Кочнев не позволил себя переиграть. Исправился он за свою помарочку здесь. Нет, шайба взмывает надо льдом. Каблуков подставлял клюшку. Но направление полета шайбы изменить ему удалось. Правда, погасила она скорость, да и вообще в сторону полетела. Очень здорово. Армейцы охраняют пространство перед своими воротами. Часто туда Спартаковцы шайбы направляют. Надеждой на то, что удастся форварду выкидываться на позицию для броска. Но вот большинство этих передач перехватывается. Ну и в конце концов так наедаются форварды красно-белых в этой борьбе, что вспомним эпизоды с Цибаком. Еще ряд моментов просто по шайбе попасть не могут. Три минуты пять секунд. До конца третьего периода. 2-1. Цейска впереди в матче со Спартаком. Сейчас такие две смены были. Прямо череда взаимных ошибок. Команды соревновались, кто больше ошибок совершит. И интересный момент. Опять же напомним, что армейцам не было возможности армейцам смену произвести, потому что был проброс. Достаточно долго это звено уже на льду находится. Посмотрим, есть ли у них силы еще остались, нет. Упер-Ливандовский бутурлин. Лоп-шут. Обросок от синей линии вновь. Шайба изменяет направление своего полета. И вот из-за этого скопления игроков каким-то образом Упер попадает по шайбе. Летит она в направлении ворот ЦСКА. Но Нолан Шефер вновь в игре. Ну вот меньше трех минут уже остается до конца матча. До конца третьего периода, будем так говорить. Ну там уже начинает Дмитрий Кочнев обмениваться со своей скамейкой с запасных такими многозначительными взглядами. Ну думаю рановато еще. Но по крайней мере там система сигналов уже какая-то устанавливается. Хотя да, я вот сейчас смотрю, они так с ржигой обмениваются взглядами на самом деле. Но здесь Спартаку всем очень важно все-таки стараться держать шайбу у чужих ворот, чтобы действительно иметь возможность заменить уратаря на шестого полевого игрока. Очередное вбрасывание. Но сейчас будет вот игра рассыпаться на такие эпизоды. Армейцам каждая передышка будет как глоток воздуха. В данной ситуации опшот один на синей линии остался. Шайба покатилась в сторону и вынуждены красно-белые отступить. Опшот закладывает вираж и по-прежнему не расстается с шайбой. Переходит в красную линию, завозит ее в чужую зону. Бутурлин! И это называется трудовой гол. Армейцы бросаются к арбитру, считая, что не по правилам был атакован их голкипер. Возможен ли в данном случае просмотр? Леонид. Ну, просмотр-то возможен. Другой... Давайте посмотрим. Давайте устроим свой. Да, свой. Сначала сами просмотрим. Ну, упал здесь Ливандовский голкипера. Площадь ворот он находился или нет, вот что сейчас важно. Вроде бы нет. То, что мешал Ливандовский голкиперу, это очевидно. Но арбитры какое решение принимают? Пошли смотреть кино, нет? Ну, здесь пока без их участия смотрят кино. Вообще такая сложная ситуация. Непростая. А я не знаю, здесь есть видео по форту вообще на турнире? Да, должен быть, безусловно. Тем более технические возможности арены Мегаспорт потрясают воображение. То есть система должна работать. Такое дело, что может быть здесь, может быть, видеоарбитр... Рассчитывал. Да, вот здесь видеоарбитр просматривал. Два главных арбитра находились рядом. Они не подходили к монитору. И вот сейчас жестом показали на центр площадки Андрей Бирюков и Александр Сергеев. Таким образом, 2-2 и 3 минуты 20... 35 секунд, 2 минуты 35 секунд до конца третьего периода. Ну что ж, 2-2. Затолкали, запихали буквально шайбу красно-белые в чужие ворота. Вот вновь 4 Словака на площадке у Спартака. Ружечка Цыбак Радивоевич, Баранкова Барони и Беркутов. Можно сказать, что и на месте Обшута в этой воображаемой словацкой пятерке. Радивоевич и Розин. Соревнование в спринте. Розин оказывается быстрее, но справедливости Радь нужно отметить, что и фора у него была приличная. До Спартака очень важен этот гол был. В принципе, сумели они переломить неудачно складывающиеся матчи. Посмотрим, может быть, еще и удастся вырвать победу. Вот это как раз тот самый классический вариант. Знаете, не мытьем, так катанием. Ну, действительно, затолкали буквально шайбу в ворота. Там она переползла буквально ленточку в данном эпизоде. Ну, и может быть, действительно, здесь у Спартаковцы скинут с души груз. Удалось пробить им этого заколдованного Шефера, который на протяжении большей части матча, ну, действительно, таким образцом неприступности являлся, невыязвимости. Вообще, игра так не очень логично складывается. Тогда, когда Спартак должен был забивать, они не забили. Когда уже казалось, что все, игра идет к концу, и армейцам удастся удержать преимущество, Спартак сравнял счет. И, в общем-то, я скажу, тут еще есть время, минуты 15 секунд. Но и при этом вспомните, что предшествовало взятию ворот ЦСКА. Какие моменты были сначала у Мони, а потом у Егора Михайлова, который вовсе после ошибки защитника вывалился один на один с Дмитрием Кочневым. Да, совершенно верно. Моменты были очень хорошие. Кочнев дал в своей команде шанс отыграться, и команда этим шансом воспользовалась. Но я думаю, что здесь накал страстей такой, что еще постараются в основное время и те, и другие склонить чашу и шелк на свою сторону. Сейчас момент был у Рыбакова, но точный бросок ему произвести не удалось. Еще один бросок отпускает шайбу Шефер, но повторным движением, очень четко так, клюшкой играет, подкатывает шайбу под себя канадец и прижимает ее ко льду. Меньше минуты до конца матча, ничейный счет. Не думаю, что он устраивает кого-то из соперников, но с другой стороны, здесь можно говорить о том, что, наверное, в дополнительной пятиминутке моральное преимущество будет у подопечных Милошер Жиги. Очень хотели они отыграться, многое не получалось, армейцы все правильно делали, и даже сложно их ленить в том, что в конце концов шайба попала, к ним в ворота, там опять же череда несчастных случаев произошла. Шефер чуть выдвинулся из ворот, там в борьбе с защитником не удержал равновесие Ливандовский, рухнул на голкипера, помешал тому шайбу зафиксировать, отразить. Но опять же дело происходило за площадью ворот. Ой-ой-ой, ничего себе! Очень грубо играет Беркутов, Паршин получает повреждения. Это может быть серьезно. Врач незамедлительно появляется на площадке, Паршин на льду. Дело еще осложняется тем, что удар был очень неприятный, так еще и борт рядом был. Тут вопрос в том, что клюшки в лицо. Вот куда ему попала клюшка, если в щиток, визор, тогда еще ничего. Там, похоже, как раз под визор попала клюшка. Если под визор, это не здорово. Крови нет? Ну, это я хочу сказать, Паршин еще легко отделался. Войной малый штраф получает Беркутов. Это значит, что и овертайм спартаковцы начнут в меньшинстве. Ну, даже удивительно, очень грубо Беркутов сыграл, в общем-то. С другой стороны, он проиграл, пришлось нарушать правила. Другой вопрос, зачем было клюшку так высоко поднимать. Ну, посмотрим. А вот сейчас удаление у армейцев. А вот сейчас любопытная ситуация будет. И совершенно правильно. Получается, на старте овертайма 3 на 3 будут играть команды. Ну, получается так. И затем... Через полторы минуты после его начала армейцы получат численное преимущество. Вот как интересно. Закручивается интрига. Шайба тем временем отправляется в зону армейцев. Никас Димитракас получает 2 минуты. Такая сумбурная концовочка. Опять же, слишком велики вставки. Да, турнир предсезонный. Да, может быть, матч имеет статус товарищеского. Но, с другой стороны, это Спартак ЦСКА. Здесь уступать, проигрывать не хочет никто абсолютно. Аплодисментами награждают зрители участников этого матча. Завершено основное время 2-2 в матче между Спартаком и ЦСКА. Ну что же, 60 минут чистого времени не хватило соперникам, чтобы выявить. Сильнейшего одна шайба была заброшена во втором периоде. В концовке матча ее забросили спартаковцы. Причем в этой сутулыке, так вы, по-моему, и проглядели, кто же стал автором заброшенной шайбы. Бутурлин атаковал, а вот изменил ли направление ее полета... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хороший подарок себе на день рождения Александр преподнес. Ну, пока он преподнес ничью в основное время, это, в общем, тот же галстук. Ну и вопреки нашим ожиданиям, все-таки 4 на 4 начинают команды этот овертайм. Соответственно, что получается? Тогда до первой паузы пятером против четверых будут играть армейцы в большинстве. А затем после свистка арбитры вынуждены будут по одному игроку из со льда убрать. И армейцы получат более комфортное преимущество 4 на 3. А вот у меня что-то такое ощущение, что сейчас овертайм 5 на 5 будут играть. Мне кажется, поэтому. Может быть, там что-то в правах изменилось. Точно не скажу, но мне кажется так. Потому что, по идее, должны... Ну, не буду утверждать, потому что не знаю. Ну, если уж вы не знаете, Леонид. Да я в последнее время, честно говоря, за этими изменениями не очень слежу. А ладно. Пока 4 на 4. Хартиган. Паршин и Гончаров с Кушниным. На льду у ЦСКА. Родивоевич Цыбак. Щитов и Баранко. Так выглядит четверка Спартаковцев. Но вот здесь любопытная такая ситуация. Опять же, с точки зрения тактики, с одной стороны, сейчас в равных составах играют команды. Может быть, велик бы был соблазн дотянуть до серии буллитов. Но вот время сейчас, оно не работает на красно-белых. Через 1 минуту и 2 секунды ЦСКА получит численное преимущество. Сейчас, играя в равных составах, Спартаковцев ситуация вынуждает рисковать. Защитников. Она вынуждает идти вперед, поддерживать своих нападающих, чтобы там у чужих ворот создавать численное преимущество. Такой вообще, любопытный момент с точки зрения тактики. Сейчас мы с вами наблюдаем. Ну, посмотрим, что там Спартаковцы придумают в такой ситуации. Для начала Цыбак выигрывает в браслоне у Суглобова. Но здесь, на выходе из зоны, Спартаковцы шайбу теряют. Бросок по воротам. Вот пока больше шайбой владеют армейцы. Настойчиво они атакуют. И сейчас какой момент был Мишарин там посеял панику и давку перед воротами соперников. И едва вот этот его рейд не закончился тем, что Михайлов этой сутылки на пятачке не произвел родящий бросок. Суглобов успевает Щитов принять шайбу на себя после броска армейского форварда. 20 секунд до выхода на лед Никаса Димитракаса. В составе ЦСКА 1 минута и 30 секунд позади в дополнительной пятиминутке. Суглобов есть чистое пространство перед ним. Прячет бросок под Защитника. И кто получит 2 минуты? Очень важно. Суглобов. Суглобов. За удар соперника рукой. Был там контакт, из которого Суглобов выходил с таким тычком в направлении соперника. Кстати, обратите внимание, именно в этот момент у Беркутова завершился первый малый штраф. Таким образом, до конца овертайма команды будут играть в равных составах. Александр Суглобов, автор второй заброшенной шайбы ЦСКА в этом матче. Вот смотрите, повтор этого момента. Ага, ну да, соглашусь, было. Обшут пострадал. А вы говорите, день рождения. Грустный праздник. Да, кому как. Четвером против троих. Сейчас играют спартаковцы, но Димитракас уже появляется на льду, таким образом, а в равных составах. Играют команды. Ружечка катится за ворота. Там преследует его Бусыгин. Автор великолепного силового приема. Встретил он в одном из эпизодов. И сейчас довольно смело пошел в атаку армейский защитник. Вот то, о чем мы говорили. Активное участие игрока обороны приводит к тому, что армейцы вновь привозят шайбу в чужую зону. И опять же оказывают давление на соперника вдали от собственных ворот. Да, он сейчас в спартак в цирзону вошли. Вообще, на самом деле, вся игра как-то проходит нелогично. И даже невозможно предположить, чем все это может закончиться. Ну, рискно предположить, что если не увидим мы заброшенных шайб в ближайшие 2 минуты 20 секунд, она закончится серией буллитов. Логично. Хартиган пошел на Баева, попытался так пробросить шайбу под коньками у соперника. Но Баев не позволил себя так легко обыграть. Можно играть, показывают арбитры. Кочнев выходит из ворот. 2 минуты до конца дополнительной 5 минутки. Опшут. Не получается бросок из средней зоны, но сам же опшут первым оказывается отскочивший от лицового борта шайба. А теперь ему нужно возвращаться. Кочнев. Ошибся уже так разок на выходе. Дмитрий Кочнев, ну и в этот раз спартакский голкипер решил не рисковать и предпочел прижать шайбу ко льду. Да, ничего выходил непонятно. Баранко с таким серьезным опозданием появляется на льду. Так складывается впечатляем, что спартакцы втроем собираются действовать. Покровский, Баранко, Купер и Ливандовский. Так выглядит четверка красно-белых. Мишарин, Рылов, Михайлов и Рубен Бегунс. На льду армейцев. Упер! Выскакивает один на один, но бросить ему не позволяют. Дмитрий Упер признанный мастер исполнения буллитов. Но вот в данной ситуации повезло армейцам в том отношении, что не сумел упербросить. Пять на пять играют команды Суглобов. Какой момент! И на добивании все тот же Бегунс. Но шайба пролетает мимо спартаковских ворот. Михайлов ведет борьбу. Какими моментами сейчас обменялись командами? И вновь шайба на пятачок вылетает. Там Кочнев вмешивается в развитие событий. Есть возможность у Спартака для контратаки в три и в два. Бутурлин! Перевод, бросок сходу и Шефер! Успевает переместиться и преградить путь шайбе в свои ворота. Открытый хоккей пошел под занавес этого овертайма. То одна, то другая атака постоянно. В деле вратарей и оба они действуют выше всяких похвалов. Самое интересное, я так смотрю и думаю, что им мешало всю игру так играть. Вдруг за 20 секунд до конца матча они просыпаются и начинают так быстро бегать и вообще такой хоккей показывать. Но просто сейчас уже нет необходимости экономить силы. Завтра на Кубке Мэра выходной. Завтра будет турнир ветеранов. Приходите, увидите в деле легенд советского хоккея и смотрите. Сейчас момент был хороший. Бутурлин вообще мог героем матча стать. Гол забил и передачу мог сделать. Вернее он ее сделал, просто Лупер не смог поднять шайбу. 13 секунд до окончания третьего периода этого искрометного ближе к концу матча. И что, тайм-аут? Да, не исключено. Да, спартакцы берут 30 секундный перерыв. Интересно. Но ведь через 13 секунд у нас серия буллитов, если не случится маленького хоккейного чуда в виде заброшенной шайбой одной из команд, здесь есть варианты. Я сейчас смотрю на спартакскую скамейку, тайм-аут они взяли, но никаких указаний. А, нет, нет, Ржега дает. Я просто думал, что сначала он просто стоял. Я думал, что он просто хочет дать отдохнуть вот этой пятерке, которая сейчас будет матч заканчивать. Ну, нет, что-то там Ржега рисует. Хотя, что особенно рисовать, как раз у него есть в зоне, это по идее ЦСКА должны, ну, могут что-то придумать. Но спартаку все времени маловато для того, чтобы организовать атаку. Там Шефер подъезжал к своей скамеечке запасных. Может быть, была идея рискнуть. Армейцы сейчас снять вратаря. В пользу здесь тем, что украсть у него ворот соперников, а до конца встречи не так много времени-то остается. Но нет, Шефер в воротах. И вот, смотрите, все-таки 4 на 4, да. Играют команды, когда появились со скамейки штрафников Суглобов и удаленный Спартаковец 5 на 5. До первой паузы играли команды. Что-то, Ржега, что-то недовольное. Что-то там судьи не так сделали. Цыбок и Ружечка. Хартиган у армейцев и Димитракас. Вот армейцы, кстати, рискнули и трех нападающих. Выпустили, вратаря не стали заменять. Но, тем не менее, вот Димитракас, Хартиган и Паршин. Первое звено в полном составе. Ну что, будут арбитры. Это выбрасывание производится. Все-таки Суглоба прозвучала мгновением раньше, чем прозвучала сирена. Но, похоже, решили не заниматься формализмом. Что же, дополнительная пятиминутка также заканчивается ничьей. Сейчас будет, ну, не заливка, затирка центральной оси для исполнения буллитов. После чего команды, собственно, определяют победителя в этом матче. Ну что же, кульминация второго матча первого игрового дня Кубка Мэра Москвы 2009. Спартак ЦСКА 2-2. После основного и дополнительного времени победитель определится в серии буллитов. И здесь уже первый сюрприз у армейцев. Место на последнем рубеже обороны занимает Никита Беспалов. Дублер Шефера. Упер. Первую попытку Спартака исполняет. И Беспалов берет этот буллит. Выставил он сражение с признанным буллитмейстером Дмитрием Упером. Ну, в общем-то, все правильно Беспалов сделал. И Упер не смог поднять шайбу. Поэтому и не забросил ее. У Спартаковцев Дмитрий Кочнев остается в воротах. Но там уже в полной боевой готовности Евгений Конобрей. Который в прошлом сезоне частенько выходил именно на серии буллитов. Упер носил своей команде победу. Паршин против Кочнева. И блестяще Паршин исполняет этот буллит между щитком Дмитрия Катитон. Шайбу в ворота такой трюк оля Владимир Крутов продемонстрировал. Сейчас просто завез по существу шайбу в ворота соперника Денис Паршин. Здорово забил. Честно говоря, даже никаких шансов не оставил. Спартаковцы в этом сезоне одну серию буллитов выиграли, одну проиграли. У армейцев одна победа, поражение нет серии буллитов. Цыбок будет исполнять буллит. И Евгений Конобрей, по-моему, займет место в спартакских воротах в следующей попытке армейцев. Но пока важно Цыбоку сравнять счет в этой встрече. Цыбок против Беспалова. Без шансов. Тут тоже очень красиво. Доволен Цыбок своей попыткой. И действительно, Евгений Конобрей появляется в воротах Спартака, меняя Дмитрия Кочнева. И будет он противостоять кому? Никас Димитракас. Посмотрим, как Димитракас. Далеко Конобрей выкатывается из ворот. И также очень лаконичен нападающий армейцев. По существу в той же манере. Может быть, действительно далековато. Конобрей выкатился. И здесь, в домик Конобрю, Димитракас. Шайбу катнул. Бранко Родивоевич. Исполняет булит. Если он промахнется, армейцы одержат победу. Родивоевич против Беспалова. И Беспалов, вышедший на эту серию булитов, приносит своей команде победу. Армейцы прервали трехматчевую проигрышную серию с учетом Кубка Мэра прошлого года. В играх в ЦСКА 3-2 победили армейцы.